Спасибо, дорогой брат. Я сейчас сидел просто и думал, что вообще как-то мысли пришли такие, что церковь, она становится неким таким организацией, которые свой товар предлагают другим людям. Знаете, много разных людей, менеджеров различных, различных карабейников, которые ходят и предлагают свой хороший или нехороший, залежалый или не залежалый товар. То есть разный товар предлагают и говорят, возьмите, этот товар у нас самый лучший. Он лучше, чем вот этот, да, наш стиральный порошок Тэйф, лучше, чем простой порошок. Возьмите, покупайте там. И вот церковь, она уподобляется тоже такой же организацией. И мы стараемся свой товар продать и представить его, сделать хорошую презентацию такую, да, презентировать, как, знаете, организации различные, да, они презентацию устраивают, да, и они долго готовятся к этим презентациям, чтобы товар был презентабельный, чтобы было все хорошо, да, чтобы все было точно, чтобы люди пришли. Потому что если они увидят, что все хорошо, все прекрасно, создадут хорошую обстановку, они начнут покупать этот товар. И церковь тоже может уподобляться этим вещам, да, чтобы все было четко, отточено, чтобы продать свой товар. Но Господь желает, чтобы мы не просто товар свой продавали, не просто были как камивояжеры такие, маркетологи, или как это назвать, да, а чтобы мы от сердца это из нас исходило. Люди тогда будут обращаться к Господу, они тогда захотят Христа, когда они увидят искренность, когда они увидят эту любовь. Когда не просто мы товар будем, как товар предлагать Иисуса Христа, а когда мы будем живое слово предлагать, говорить людям живое слово. Написано, вы письмо Христово, вы письмо Христово, написанное не чернилами, а духом, духом Бога Живого написано не на каменных скрижалях, а на плотиных скрижалях сердца. И мы с вами, может быть, единственная Библия, которую люди будут читать в своей жизни. Они не будут читать Библию, но они будут читать нас. Мы единственная Библия, которую они, может, в своей жизни прочитают. И от того, что написано в этой Библии, так и такая жизнь будет у этих людей. Сейчас, знаете, такие события какие-то происходят вообще. Ну, у некоторых людей паника, в голове непонятно, что идет, потому что везде в средствах массы информации, да, везде говорится о террористических актах. Один акт, второй, третий, четвертый там идет, самолет впал, постоянно по ТВ там постоянно идет, про самолет говорили там неделю, все, самолет, самолет, это главная новость была. Потом, вот серия таких террористических актов в Париже, да, и сейчас об этом говорят, только об этом говорят, и говорят, и говорят, и говорят. И вы знаете, когда вот самолет упал, интересно, я смотрел одну передачу, там говорили о том, когда самолет упал, и вот пошли СМС-сообщения людям. Во многих городах нашей страны пошли СМС-сообщения, и там говорилось в СМС-сообщении, что мы вас предупреждаем, родители, не отпускайте своих детей в школу, не отпускайте их куда-то в общественные места, опасайтесь, бойтесь, потому что есть угрожа террористических актов. И это, видимо, приняло такой, знаете, глобальный какой-то масштаб, такой массовый характер, да, приобрело, и началась такая паника, да, некоторые люди начали паниковать. То есть, по-разному, кто-то получил СМС-ку, не прочитая ее, удалил и все, а кто-то, значит, начал паниковать. И вот такой массовый характер это приобрело, что даже, ну, спецслужбы этим заинтересовались. Спецслужбы заинтересовались, и они вычислили людей, которые этим занимаются, которые распространяют эти панические слухи. И, знаете, это настолько серьезно, что слово, оно может влиять на нас. Слово, оно может создавать в нас страх, вселять в нас страх, оно может вселять в нас панику, оно может вселять в нас вражду, ненависть. И оно может давать любовь, оно может давать мир, оно может давать радость. Во время Великой Отечественной войны, германская разметка, авторы, они засылали целые группы диверсантов к нам в наши города большие, в Москву, в другие города засылали, для того, чтобы те вели идеологическую работу, чтобы они распространяли панические слухи, пораженческие и панические слухи. То есть, сели какой-то страх, сели панику среди людей, потому что они прекрасно понимали, что если человека подавить морально и психологически, то его будет легче просто потом победить. Его сначала можно запугать, его сначала можно страх в него внушить, его потом очень легко будет победить. И там службы соответствующие, там НКВД, они просто ловили таких людей, там паникюров расстреливали, в то время так было. И вы знаете, слово, слово, оно у нас есть живое слово, у нас есть слово Господа, у нас есть живое слово. И мы можем брать слово, да, мы можем, знаете, как использовать слово, мы можем говорить, «Да я вот, я вот, наверное, никогда не выздоровею, да, наверное, эта болезнь у меня смертельная, и мне так плохо». Бывают такие вещи, которые не происходят? Бывают, да, вот мысли, раз придут такая, все, ага, и все, ты все, умираешь. А ты там вот будешь здоровее? Больнее еще будешь, да? Или там, в церкви все плохо, церковь не растет, там, и она никогда не вырастет, да, и все тяжело, все, трудные периоды идут, и сейчас, и у меня денег нету, Боже, и их никогда, наверное, и не будет у меня. И никогда и не будет, если ты провозглашаешь, и ты говоришь об этом, не будет ни здоровья, не будет ни радости, ни что расти не будет, и тех финансов не будет, ничего не будет, если ты будешь говорить и провозглашать об этом. Знаете, слово – это строительный материал. А строительного материала зависит то, какое будет здание. Какой строительный материал, такое можно и здание построить. Если плохой строительный материал, значит, соответственно, здание будет. Если хороший, значит, хорошее здание можно построить, красивое. В послании Коринфянам там написаны такие слова, да, помните? Кто строит из сена, соломы, да, из дерева сена, соломы, да, и из золота, серебра и драгоценных камней. И придет гель и испытает, испытает. И у того, кто, у кого здание из плохого материала, оно не устоит, оно сгорит, да. А если из доброго материала, оно уцелет. Вот точно так же слово. Это строительный материал для нашей веры. Для нашей веры. Если наше слово хорошее, наше слово позитивное, значит, и наша вера, она будет созидаться, значит, и наша вера, она просто будет расти. Наша вера будет преображаться, да. Мы сами будем, сами преображаться будем внутренне. И мы будем и других людей преображать. Все, что вокруг нас, будет преображаться от этого. И вот, знаете, интересно, что, что мы провозглашаем, то у нас происходит. А знаете, что мы должны провозглашать? Если мы дети Божьи, если мы рождены от Господа, да, что мы должны провозглашать? Победу Иисуса Христа. Потому что Иисус что сделал? Он победу одержал. На кресте Он одержал победу. Над смертью, над грехом, над дьяволом. То есть победа уже одержана. А если мы дети Божьи, то мы же победители с вами, да? И о чем мы должны говорить? О том, что это уже совершилось. Что победа-то уже совершена. О победе должны говорить. О победе должны провозглашать. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 6 стих. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому что Буква убивает, а Дух животворит. Если мы знаем, что в Ветхом Завете, да, была буква, и она была написана на каменной скрижале. Какие-то законы для исполнения были записаны. То сейчас что происходит? Сейчас оно написано Духом Бога Живого на плотиных скрижалях нашего сердца. То есть уже Бог, Бог Духом Святым вложил в наши сердца все благословения, которые у Него есть. Он вложил в нас победу, Он вложил в нас здоровье, Он вложил в нас счастье, вложил в нас радость, благополучие. Это уже находится в нашем Духе. Это уже находится в нашем Духе. Уже находится в нас, потому что Он победил. Он Духом Святым уже живет в нас. Живет Духом Святым в нас. То тогда и Дух Святой, Он внес в нас все эти вещи, все свои благословения. Посланник Ефисиан, 1 глава, 3 стих. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Иногда говорят, да Кожий нас благословил на небесах. Вот на небесах всяким духовным благословением в небесах. Мы в небесах только эти духовные благословения все получим. На самом деле мы получим это сейчас. Это в духовной сфере находится. Эти благословения находятся в духе, в нашем духовном свете. Он благословил. Бог благословен Бог. То есть Бог имеет все. Он обладает все. Он благословен. И Он благословивший нас. Не говорится, что Он нас когда-то благословит. Когда-то благословит. Мы будем долго молиться, молиться, молиться. И Он нас благословит обязательно. Благословивший нас. Он уже благословил нас. Это уже как состоявшийся ад. Это уже произошло. Он благословил нас. И знаете, эти благословения, они находятся в нашей духовной сфере. В нашем духе уже находятся эти благословения. И нам нужно всего лишь войти в нее, в эту духовную сферу войти. И взять, взять это и перенести в материальную сферу. Потому что кроме нашего духа существует еще наша душа. Еще наша плоть существует, да? Которая противится, написано. Плоть духу противится. Она всячески препятствует тому, чтобы мы получили эти духовные благословения, которые есть в нашем духе. Наш дух уже спасен. Мы уже посажены на небесах во Христе Иисусе. Мы в духе уже все имеем. Но наша плоть, наша душа, она противится этому всему. Она так не хочет, чтобы эти вещи происходили. Один служитель, он рассказывал свое свидетельство, он говорит, у нас церковь, ну, была там побольше немножко, чем 100 человек, да? И мы остановились вот на этом рубеже. Мы остановились на этом рубеже. Церковь остановилась, духовно остановилась, церковь остановилась количественно. Мы встали вот так вот. И не можем никак преодолеть этот предел. Этот рубеж перешагнуть. Не можем. И мы какие только способы не применяем. Евангелизации проводили. Множество евангелизаций проводили там. Конференции, семинары различные. Брали опыт других служителей успешных. Брали опыт других успешных церквей, чтобы его применить, чтобы церковь начала расти. Раздали тонны трактатов и буклетов. Ну, был какой-то прогресс, небольшой такой прогресс, но большого прорыва не было. Не было духовных, духовных. Тратили огромные, колоссальные силы вовне. Колоссальные силы вовне тратили, большие. Все свои ресурсы тратили туда. И он говорит, я стал молиться. И Бог открыл, что эти ресурсы, которые ты тратишь, их нужно тратить не вовне, не в материальную сферу. А все это запустить в духовную сферу. Потому что у Бога это все есть. И Бог это просто хочет все дать нам. И он говорит, когда я стал использовать этот духовный потенциал. И все это в духовный мир обратил Господу. Господу. Тогда появилось видение. Тогда появилась цель. И тогда Бог дал средства для достижения этих целей. И сначала я увидел, как люди стали приходить к Господу. Как люди стали возрастать в Боге. Как люди стали каяться. И потом церковь стала расти. Церковь стала расти количественно. Церковь стала расти духовно. Церковь стала влиятельной. Она стала распространять. Царство Божий здесь вложить не вовне, а внутрь. Господу. В духовный мир. Вот этот духовный потенциал. Тогда начнется движение Духа Святого. Идет война такая. Написано, Дух плоти противится. Еще есть дьявол, который никак не хочет, чтобы мы использовали эти благословения. Он хочет, чтобы мы постоянно были в поражении в каком-то. Чтобы мы сомневались. Чтобы мы просто у Бога молили. Господи. Ну, Господи, ну дай мне вот это. Ну дай мне как бы вымаливаем мы постоянно у Него. Ну, заметили? У нас наши молитвы такие. Я тоже часто молюсь. Господи, дай мне вот это, дай мне так этого не хватает. Дай, дай, дай мне. Все вот, вот это, вот это. Ну, не хватает мне это все. А Библия-то говорит, что мы это все имеем. Это все есть у нас уже в Духе. Это есть у нас в Духе. Нам не надо идти и завоевывать то, что мы не имеем. Мы уже это имеем. Что легче? Знаете, вот есть крепость, да? Брестская крепость была. Вот ее, значит, защищали там, не знаю, сколько-то, несколько человек защищало, да, их. А на них такие силы бросили, да? Что легче, защищать или захватывать? Защищать легче. То есть те люди, которые защищают, да, они находятся в более выгодной позиции. Они находятся в более выгодной позиции. Для того, чтобы защищать, может, там нужно 5 человек. А для того, чтобы захватить то же самое место, нужно 100 человек. Потому что это более выгодная позиция. Так вот, знаете, нам не нужно что-то идти захватывать, да? Мы пойдем и завоюем. Мы пойдем и завоюем вот это. Мы пойдем и завоюем вот это. Мы пойдем и завоюем вот это. Это уже у нас есть. Нам нужно просто это удержать. И понять, что это у нас есть. И взять вот из духовной сферы и просто перенести в нашу сферу. И тогда это будет действовать. Тогда это будет работать. Я еще один пример хочу привести. Одна женщина, она хотела очень, чтобы у ее дочери был ребенок, а ребенка не было. Ну вот, Боб заключил чрево, неизвестно что там, как. И вот несколько лет там не было ребенка еще. И она просто просила, молилась, Господи, ну я хочу так внучку, чтобы именно внучка у нее была, не внука, внучка, чтобы была. И она так молилась, Господи, ну дай внучку мне, я хочу, чтобы у дочери был ребенок, у меня чтобы внучка была. И вот молилась, молилась, и ничего не происходило. И потом она как-то молилась, и ей открылось, знаете, вот открылась эта духовная сфера, открылось небо. И она вдруг увидела, она вдруг увидела вот этот ребенок, что он есть уже, этот ребенок, девочка уже это есть. И Бог говорит, ну возьми ее, возьми, бабушка забирай, возьми. И она в духе, она просто взяла этого ребенка, понимаете, в духе, она говорит, я принимаю этого ребенка, потому что это уже есть, это уже находится. Она просто раз и приняла его. И она получила такую уверенность, что этот ребенок уже есть, он уже есть. Хотя еще ничего не было. И она потом ждала, и потом начала сомневаться, уже несколько месяцев прошло, где же этот ребенок, куда одевался, куда он ушел. И он несколько месяцев проходит, и дочь приходит и говорит, мама, я беременная. И потом рождается девочка, похожая на бабушку. Ну кто заказывал, да? Мы же заказываем, ребята. Вот, ребята, вот Бог... Нет, нет, Женя, не порочное зачатие произошло. Мы верим в чудеса. Бог, Он желает, чтобы мы просто брали. Потому что эти благословения, Бог, благословивший нас всяким благословением, Бог уже дал нам уже это всякое благословение. Нам просто нужно это взять от Господа. Пусть Господь нас с вами благословит. Чтобы мы с вами просто больше ближе к Богу были. Чтобы мы искали Господа всей душой, всем сердцем, всем разумением своим. Чтобы мы не просто Бога воспринимали, как какого-то религиозного нашего кумира, да? А чтобы мы Господа воспринимали реальностью, да? Полной реальностью для нашей жизни. И знали, что Бог, Он для меня лично. Я с Ним лично хочу иметь эти отношения. Он со мной хочет иметь эти отношения. Аминь. Давайте пороймемся с вами. С вами был Игорь Негода.